пополам разделим 1 и 2 пистолеты понравились они очень удобные в руке как же все-таки эти краскопульты выиграть покрасочный пистолет от варис в комплекте бачок 500 миллилитров сам краскопульт и инструмент папка сразу есть в комплекте накручиваем быстро съем сюда подключаем также щеточка можно зубы чистить можно пистолет мыть ключ универсальный под разборку сборку а также для обслуживания краскопульта то есть видите да тут всякие у нас имеется вот такой 6 ограничек специально ну и также имеется вот такая вот сеточка которая вставляется сюда я не рекомендую вам ее использовать она быстро забивается и потом пистолет начинает пульсировать плохо красить поэтому просто не рекомендую давайте соберем его краскопульт похож очень на сату в принципе то здесь вот дюза у нас идет 1 и 2 у нас на самом деле их три пистолета 1 и 2 1 и 3 1 и 4 по регулировочкам что скажу здесь тоже как и на сайте короткая регулировка это у нас идет по воздуху факел довольно длинная регулировка сейчас на тесте посмотрим насколько она плавная и конечно же регулировочка на сам пистолет довольно таки длинная регулировка как вы знаете я всегда крашу на открученный так вот полезная регулировка уперлись да и раз два три четыре пять и пять витков у вас идет уже после того как вы отрегулировали такая вот иголочка пластикового упора нету но пластиковый упор здесь исполнен он там внутри я имею ввиду на самой пружиночке ланька ребята говорить можно много красивая окраска пистолета ничего не скажешь дизайн тоже мне нравится есть крючок до чтобы вешать краскопульт и в принципе что бачок тоже удобный принципе и и и и и мы с вами соберем сразу три краскопульта и все три их протестируем в принципе то здесь просто разные дюзы нет нора мы знаете как сделаем смысла не вижу три краскопульта испытывать мы испытаем с вами 1 и 2 то есть самую маленькую дюзу да и 1 и 3 дюзу ой 1 и 4 1 и 3 это будет ну что-то среднее да между ними что-то наперед говорить не хочу очень рано краскопульте еще не видел как он красит и именно поэтому хочу сначала попробовать как он это делает все до после чего я вам скажу свое мнение об этих пистолетах для начала нам нужно подготовить детальки берем абразив унб он есть на сайте и машинку также в варис берем круги кстати ребята очень хорошо точат и долго ходят забыл мягкую подложку одеть отдел мягкую подложку и детали я взял другую чтобы они были одинакового размера чтобы ну можно было адекватнее оценить абразив трет очень здорово не забивается как видите ровная ришечка одним кругом ребят можно обточить всю машину ну и прихольная хитрость и лайфхак на машинку можно одеть просто скотч брать серый мотовец он у нас есть на сайте он хорошо лепится и допустим ответить у вас пыль собралась то он легко это уберет и более ювелирную сделать вашу рис чтобы при обезжирке не собирать болото это красиво сделать я не буду до самого конца ребят там убирать просто вам показать как это все делается на сайте есть чистюля это безворсовые салфетки в одной пачке 15 штук ребята вот таких салфеток можете разорвать на четыре части можете как бы на дверь не важно я так работаю и берем обезжириватель силикон силикон рим овер 30 20 обезжириваем деталь чем прикольно это обезжирка ребят она долго не испаряется она качественно отработает на вашей поверхности вытянет всю грязь и только потом испарится а вот такие обезжирки что ребята брызнул и сразу удалилась это не обезжирки это полная г то есть у вас будут и кратера потом и отслаивание краски и вся вот эта фигня вторую детальку точно также тем же кругом с мягкой подложкой это мы уже не будем показывать также проходим хоть братиком обезжириваем я вот эту половинку сделаю думаю мне хватит также берем водно-спиртовой обезжириватель он есть на канале ребят не игнорируйте водно-спиртовой я по нему уже делал видео именно почему его не игнорировать он не только убирает соли также он убирает статику с вашей детали что непосредственно будет и меньше пыли притягивать к вашей детали это первое и так как статическое напряжение снято и у вас не будет разводов по базе как вот многие наверное замечали почему потому что она убирает как раз соли откуда вас соли попросту с рук с ваших с воды с влаги с воздуха хватает откуда взять деталька у вас будет без разводиков чистенько ну качество покраски конечно тоже ребят многие пишут что вот торцы надо сначала прокрашивать на учебных деталях я показываю именно как сверху она ложит просто слой мы не проходим полную технологию покраски это не нужно это будет занимать много времени мы проходим одну какую-то операцию один какой-то момент на которой нам нужно обратить внимание поэтому из кому-то делать нечего что-то ставить хочется 20 раз подумайте что написать я вот умников таких которые не смотрят на эти абы что-то написать я их блокирую я даже не общаюсь не теряю на этих людей время не считаю это нужно но для эксперимента нам понадобится сам краскополь объект для испытания их у нас два респиратор дабы не выплюнуть легкие а то тролли жопу себе порвут на британский флаг смертельный номер для троллей перчаточки именно вашего размера классные качественные перчатки чтобы ваша печенье всасывала краску с ваших рук конечно же салфеточка пыли нет она есть на сайте наш самый лучший друг фильтровить чтобы фильтровать материал краска века довольно таки среднее качество цвет будет графитный потому что серебро уже достало порядок я думаю что здесь нет тех кто сомневается что дядя алежа покрасить серебром каждую школу мы красим серебро ну и конечно чтобы металлик наш не собирался в кучу зерно не лежало раком и покрытие было красиво нам нужен разбавитель он есть на сайте именно с ним у вас не будет проблем никогда с яблочными полосами и прочим дерьмом покрасочный костюм вы конечно же тапочки автомаляра сегодня не кожан единственное что безграничное кроме неба это образование лучшее будущее начинается именно здесь сегодня учишься а завтра хорошо зарабатываешь новые цели требуют новых знаний море знаний и океан возможностей где возможности ускоряются и растут сделай свое время дороже книга переделай уже на сайте после того как перемешали краску проверяем нету ли на дне у вас сгустков наливаем нужное нам количество я думаю нам сильно много не надо будет и наливаем разбавитель онб 80 процентов среднем наливаете я делаю позже же красочку и обратите внимание как ведет себя зерно она совершенно спокойно и если же вы будете разбавлять некачественным разбавителем зерно у вас будет закипать это много раз показывал видео кто не верит сами попробуйте залейте 46 7 8 50 r 12 заливаете в любую краску где есть металлика вы видите как она будет бурлить именно поэтому у вас не попадает свет у вас зерно кипит вам разбавитель не дает времени чтобы у вас зерно правильно и ровно разложилась она у вас стоит раком именно поэтому вас цвет вроде один от он либо темнит либо светлеть зависимости от давлением которому красти и при попадании лучей солнца она по-разному и хаотично отражает лучи солнца когда вы красите хорошим разбавителем но у вас лежит ровненько красивенько и таких эксцессов у вас не будет распаковываем салфеточку ребят салфеточки рекомендую вам всегда держать 2 в гараже бывает на землю упадет бывает просто потеряете до 1 всегда должна быть запечатанная в запасе сейчас мы с вами покрасим деталь вы посмотрите как пистолеты красят и для тех кто внимательно смотрел будет интересный бонус а это именно розыгрыш пистолетов розыгрыш будет не одного а двух пистолетов и условия я расскажу позже они простые запускаем компрессор в любом костюме всегда есть кармашек сзади который вы можете положить салфетку он не для телефона теперь пора поработать фильтровичи фильтров таких в одной упаковке 50 штук ребят это не один фильтр их там 50 пол 100 пополам разделим это не игнорируйте всегда фильтруйте материал чтобы у вас не было сюрпризов погнали начнем мы с краскопульта 1 и 2 фитинги немного они закрутил ребята вот это радует видно факел смотрите факел от точки и у него очень хорошая регулировка идет славная на расширение факела я не буду сильно толстый факел делать итак давайте сделаем первый слой на пыльный на первой гитару ребята сказать что я шоке ничего не сказать 1 и 2 1 и 2 поливает боже мой следующий 1 и 4 длинная регулировка факела это не может не радовать погнали ребят разницы вообще лично я не ощутил что 1 и 2 что 1 и 4 здесь немного пошире факел сделал но и деталь белая поэтому видно пока не прокрасы и вам сейчас будет также легко определить посмотреть вот вы на первом слое видите яблочки есть сейчас на втором мы еще более-менее укроем после третьего яблок вообще не будет и здесь вы тоже видите даем паузу большую не будем делать 5 минут сделаем ну вообще пауза идет 10 минут снова берем 1 и 2 второй слой 1 пистолет Ну что, ребята, крайний слой накидываем. И 1,4. Берем промывочный ОНБ. Далее возьмем лак 4010 будем использовать. Я думаю, 200 грамм разведем. Берем новый фильтрович, благо их тут аж 50 штук. Лак, ребята, тоже не игнорьте, фильтруйте. Потому что бывает, что на отвердителе, на крышке где-то там уже закоксовался немножко, воздуха поймал отвердитель. И получается, что они попадут потом в ваш пистолет. Я его не буду разводить растворителем. В один пистолет и это на второй оставим. Начнем с 1,2. Атомизация очень прикольная у пистолета. Первый слой напыльный. И 1,4. Я межслойную паузу делаю небольшую. 5 минут делал. И пошел второй слой. И 1,4. Ребята, пистолет, расскажу, очень экономный. На две детали как бы развел. Ну, на два слоя. На припыльный и обычный. Ну, давайте еще через 10 минут накинем еще один слой. Вот, посмотрите, еще не растеклась. Насколько четко оба пистолета ложат. Лучше это сбоку посмотреть. Сейчас сбоку посмотрите, потому что спереди это не видно. Бомба, бомба, ребята. Мне нравится. 1,2. Довольно быстро по скорости. И один из четыре. И один из четыре. Что скажу, ребят. Мне нравится. Действительно нравится. Хороший пистолет. И для начинающих это будет вообще супер. Почему я говорю именно для начинающих, ребят. Потому что все равно вы поработаете 2-3 года. Вы все равно захочете какой-то брендовый крутой пистолет. Но пока у вас нет денег. Вот это идеальный вариант для вас. Вы сможете хорошо, качественно покрасить автомобиль. Пистолеты более-менее экономные, да даже не более-менее, нормальные, экономные. Регулировки очень широкие. Все здорово. Давайте я немножко расскажу по своим ощущениям. А уже после я расскажу, кто же эти два пистолета получит и как их получить совершенно бесплатно. На левой двери мы красили 1,2 дюзей. На правой 1,4. Ребят, какой-то существенной разницы, вот честно, я не ощутил вообще. То есть не 1,4. Даже мне как-то 1,2 показалось, что быстрее красит. Но возможно, я на глаз регулировал факел. Возможно, у меня просто на 1,2 я сделал факел поплотнее. На видео вы это увидите, разные факелы. Я еще не смотрел видео, да. Скорее всего, у меня здесь я просто сузил немножко факел, поэтому он и быстрее, и плотнее крыл. Как видите, деталь вообще без яблок, да. Хотя графит, он подвержен яблочности. Почему? Потому что мы разбавили правильным разбавителем. Именно ОНБ. Пользуйтесь правильными разбавителями, и у вас никогда не будет ни закипаний красок, ни сморщивания, да, конкретных, и не будет ни яблок, ни полосности. Пистолеты понравились. Они очень удобные в руке, похожи очень на Сату. По скорости, конечно, отстают немного от Саты, но, в принципе-то, по скорости близко к Девилбису, далеко не и вата вот эта тормознутая, да. Быстрее и ваты, ближе к Девилбису, но слабее, чем у Саты, допустим. Расход вполне экономный. Вы не будете ведрами краску заливать, это первое. Второе. Атомизация очень прикольная. Это само распыление, да. То есть нету таких проблесков кленовидности. То есть льет плотным красивым факелом. Регулировки. Длинные факелы от точки до этого до самого максимума регулируются и поддаются. Не так, что точка, бах, и полный факел. Нету серединки, не поймать. Все длинные плавные регулировки. Здесь, я думал, сильно короткая регулировка на воздух. Нет, вполне она адекватная, хорошо слушается, очень хорошо отзывается. Пистолет не гремит. Ну, а, гремит, это вот эта штука открутилась. Курок плавный, мягкий. Что еще сказать? Дизайн хороший. Ну и цена, смотрите, на сайте Варис. Так давайте, как же все-таки эти краскопульты выиграть? Все очень просто. Вы заходите на чат Варис. Вот так вот он выглядит. Варис, подписывайтесь на него, обязательно должны быть подписанными. И в чате уже, в самом чате, оставляйте какой-то свой комментарий. Нет, мы договорились не так. Да, вот здесь вот пишите свой комментарий. И комментарий пишите один, сто комментариев писать не надо. Ну, если решите скреативить и считаете, что у вас этот креативней получился, то можете написать. Не надо там спамить. Самый креативный, который нам просто кинется в глаза, Тимофею, мы и озвучим, и это и будет победитель. Если человек не следит за чатом, не видит, когда розыгрыш, кто выиграл, то есть мы один раз перезваниваем, если звонки недоступны у человека, выбираем следующего участника, пока не дозвонимся до человека. Все это будет случайным образом, так что повезти может каждому любому. Смотрите, в прошлом розыгрыше это было. В принципе-то вот так вот просто это будет разыгрываться. Разыгрывать мы будем, скорее всего, сейчас я посмотрю, когда у нас школа, то есть конкурс мы уже начинаем. Сейчас я расписание школы посмотрю, чтобы в Бресте было, мы разыграли. Майская школа у нас заканчивается 20 какого-то мая. Давайте в июне, давайте, так, второго, так, июня, так, пятница, пьяница, суббота. Давайте 4-го числа, 4-го июня, это будет воскресенье, 4-го, либо 3-го, ловите. Мы разыграем с вами данный краскопульт в чате Варис. Подписывайтесь в чат Варис и следите. А там уж как с креативити, ребята, либо насмешите, либо действительно покажется классный комментарий. Любой комментарий на тему покраски, на тему краскопульта. Ждем от вас, креативьте, и, возможно, краскопульт будет ваш. Но у нас также второй краскопульт разыгрывается, и он уже запустился. Это будет 1.4 пистолета, в принципе, они одинаковые. Какой достанется, такой достанется. Его разыграть очень просто. В описании под видео есть ссылочка, и тот, кто пользуется материалами ОНБ, именно среди тех я и разыгрываю. Не просто подписчики. Итак, смотрим. Ну, кто уже покупает на сайте Автоспектр ОНБ, да? То есть вот на сайт Автоспектр вы заходите, здесь вкладочка ОНБ. Зашли и все ОНБ товары. И в антикоррозийных материалах под армадой, вот она она, вы можете увидеть вот здесь отзывы, да? Вот 87 отзывов. И видите, с фотографиями есть отзывы. Можете почитать, кстати. Вот такие. Будут приниматься вот такие отзывы. Хороший материал, раму, днище, защита, хорошая укрытия, адгезия. Вот. Человек показал, что он работает нашими материалами. Защитил. Вот такой комментарий. Именно с фотографией мы принимаем. И среди таких комментариев мы выберем самый креативный. Обязательно вот здесь ставим 5 звездочек. Других вариантов не будет. Вот они здесь у вас выяснятся, сколько вы звездочек поставили. И после этого давайте, наверное, мы чуть позже это разыграем. Как раз как мы приедем на школу. А второй пистолет 1.4 мы разыграем 11 июня. Это будет воскресенье. Как раз перед новой группой школы. То есть 11 июня, запоминайте, кто не услышал, перематывайте, слушайте внимательно. 11 июня, воскресенье, мы разыгрываем один пистолет за отзыв с фотографией на Теавтоспектро НБ. Именно под материалом Армада. Внимание! Именно под материалом Армада. Своя фотография. Можете банку сфотографировать, можете, что уже нанесли где-то, сфотографировать свой отзыв. 5 звездочек. И среди этих комментариев одного из вас мы выберем, самый креативный. И 11 июня разыграем. Второй пистолет подписывайтесь на чат Варис. Здесь вот видите, оставляйте там креативный комментарий. И 4 июня, воскресенье, мы с Тимофеем выберем самый креативный и разыграем с вами. Ну а также, ребята, кому не достанется, много всяких розыгрышей у нас проходит. По материалам НБ еще будут розыгрыши, также призовые, уже под другими материалами. Сейчас у нас Армада, а потом другие какие-то выберем материалы. Ну и, в принципе-то, кому не досталось, либо в следующий раз поиграйте, либо вы можете их приобрести также на сайте Варис. Сейчас, в принципе, ребята, рекомендую. Можете пообщаться, поспрашивать там в чате, что, как. Мне понравилось, свое мнение я вам высказал. Руки никому никто не ломает. Вполне для покраски неплохо. Я же даже сказал бы выше серединки. Неплохие пистолеты. А на сегодня все. Здоровья всем. Крепкого настроения, бодрого, добра, бабла, хлеба и мирного неба. Субтитры сделал DimaTorzok